В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите Попытка террористического акта в доме на улице Конной, газовой трубе у входа в подъезд, привязали ручную гранату Одесса сползает в море, очередной оползень произошел на мемориальном комплексе 411 береговой батареи В Одессе возобновили несение почетной вахты памяти у памятника неизвестному матросу По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины за последние сутки COVID-19 заболели 111 одесситов В целом по региону зарегистрирован 344 новых случаев заболевания По данным на 7 мая на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 237 пациентов с COVID-19 Из них 31 человек в состоянии средней тяжести В тяжелом состоянии 206 пациентов Из них 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ В инфекционную больницу поступили еще 19 пациентов с подозрением на коронавирус Зарегистрирован один новый случай у ребенка Девочка находится на амбулаторном лечении За последние сутки от COVID выздоровели 745 жителей Одессы Продолжают болеть 11 940 человек Очередной оползень произошел в Одессе на мемориальном комплексе героической обороны Одессы 411 береговой батареи Участок склона шириной 1,5-2 метра обвалился в районе улицы Николая Троицкого возле Куреней Обрыв вплотную подбирается к заборам и строения первой линии заметно покосились Кроме того, раскололась и покрылась трещинами дорожка, идущая вдоль берега скамеечка для морских медитаций съехала в обрыв Опасные движения грунта зафиксировали наши коллеги из Украинской службы информации Судя по трещинам, хозяевам строений в ближайшее время стоит ждать очередных обвалов Обрушение в этом районе – частое явление Местные жители считают, что причиной может быть строительство на склонах В прошлом году в мэрии подсчитали, чтобы остановить оползни от Черноморки до мыса Большой Фонтан требуется 2 миллиарда гривен Такой суммы в бюджете, конечно же, нет Спасти нас может либо чудо, либо государственная поддержка Оставить все как есть, тем более продолжать застраивать сейсмонеустойчивые земли однозначно нельзя Стоит отметить, что оползни в Одессе давно стали привычной бедой Ровно с того времени, как город стали заселять люди Например, 11 декабря 1918 года в городе произошел крупный оползень, который вообще уничтожил часть побережья Большого Фонтана Специалисты изучают оползневые явления на территории Одесского побережья на протяжении 150 лет Летом 1898 года произошел огромный оползень Люди явственно слышали гул, который производила осыпающаяся земля Движение береговых масс происходило с 4 часов утра до 11 вечера Падали камни, разрушались близлежащие строения Когда оползни добрались до городской зоны, была образована специальная комиссия Которая занималась исследованием проблемы в течение 4 лет Однако постоянная техническая комиссия по оползням начала работать в Одессе только в 1919 году Берегозащитные сооружения были построены в 70-е и 80-е годы прошлого века И их срок эксплуатации без обновления не должен превышать 25 лет На сегодняшний день запас прочности стремительно исчезает Часть тротуара, находящегося возле дома по улице Варнинская, один находится в ужасном состоянии Более того, недобросовестные водители решили устроить на нем парковку для автомобилей Перекошенный в ямах и выбоинах – так выглядит часть тротуара возле дома номер 1 по улице Варнинской Стоит отметить, что совсем недавно пешеходную зону по указанной улице ремонтировали Вот только почему этот кусок оставили без внимания – непонятно Участок дороги оживленный, он ведет к парку Соответственно, множество горожан идет по этому пути Мамочки с колясками чуть ли не в притирку к дому вынуждены объезжать проблемный участок А детям через эти ухабы приходится тащить свой транспорт в руках, дабы остаться целыми и невредимыми Естественно, неудобно. Я думаю, что и пешеходам не очень удобно И что тогда будет? Порянишься Также тут находится почта. Большой поток людей пользуются ее услугами В частности и пенсионеры, для которых пройти через эти ухабы и выбоины – сложнейшее испытание Это безобразный участок. Ходить нам, пенсионеру, очень тяжело Да еще по тротуару с такими выбоинами, конечно, не мешает исправить Мое мнение, что это нуждается в срочном исправлении Ужасно, потому что здесь и ногу сломать можно, и подвернуть ногу, и все что угодно Именно вот этот кусок Здесь Интасана сделали нормально все А здесь, конечно, нужно было бы Очень плохо ходить. Тем более, я после перелома ноги очень сложно По вот этим ухабам, камням надо заасфальтировать, что-нибудь сделать Чтобы было как-то людям, то ты на почту идут, то пенсионеры получать пенсию Тоже всем тяжело Кроме отвратительного состояния пешеходной зоны, местных жителей беспокоит и автопарк Который тут устроили недобросовестные водители Если для ходьбы дорога непригодна, то используем для своей личной пользы Наверняка подумали автомобилисты О своем недовольстве горожане писали на сайт Единый Центр обращений граждан Вот только будет ли результат, время покажет А вы, одесситы, в это время смотрите под ноги И будьте осторожны, дабы не упасть и не сломать себе что-нибудь жизненно важное Террористический акт со множеством погибших и раненых предотвратили жители дома по улице Конной Неизвестный преступник установил ручную гранату на газовой трубе Полиция проводит расследование Мощный взрыв должен был произойти в доме номер 11 по улице Конной Вечером 6 мая жильцы внутреннего флигеля обнаружили у входа в подъезд ручную противопехотную гранату РГД-5 Преступник решил использовать ее как детонатор для более сильного взрыва Если бы замысел удался, могли бы пострадать жильцы всего пятиэтажного дома У нас в газовой трубе примотали боевую гранату на растяжке И растяжку на леске примотали к квартире вот девушка здесь у нас присутствует То есть если бы она была дома и она бы выходила, она бы едем пострадала Обычная девочка, работающая, живет одна Мы даже не предполагаем, кому могли повесить такое предупреждение или это не предупреждение Мы не знаем Квартира рядом находится, там индусы проживают, сдается Человек сдается Соседи не слышали о каких-либо лишних конфликтах, явившихся поводом для столь жестокой мести В связи с преступным миром никто не замечен На время осмотра помещений всех жителей вывели на улицу Полиция выясняет обстоятельства преступления и круг лиц, возможно, причастных к его совершению В Одесской области спасатели обнаружили тело майора-пограничника, который исчез накануне во время опрокидывания лодки на озере Тудорова В последние минуты своей жизни он мог скоординировать действия своих подчиненных, чем спас им жизнь Напомним, 5 мая четверо сотрудников Госпогранслужбы патрулировали озеро Тудорова на моторной лодке, которая перевернулась Трое военнослужащих добрались до суши, а поиски еще одного пограничника продолжались почти сутки В них принимали участие спасатели ГСЧС, сотрудники водной полиции, местные жители и даже вертолеты Одесской эскадрильи Госпогранслужбы Тело пограничника нашли в реке Турунчук в районе села Яськи Погибший начальник отдела Белгороднестровского пограничного отряда Константин Коняев Ему было 32 года Как сообщает глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеков в Фейсбук, что в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке Что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись Он настоящий герой и преданный офицер, который ценой своей жизни спас других Героический поступок, на который решился бы далеко не каждый 6 мая Одесса присоединилась к всеукраинской компании «Пристегивайся, не страшись» Так, с помощью краш-теста горожане смогут почувствовать эффективность ремней безопасности на специальном симуляторе Специальный стимулятор в виде автомобильного кресла установили возле дюка Испытать его и съехать вниз может каждый С помощью данного аттракциона горожане могут на собственном опыте почувствовать, что испытывает водитель и пассажир автомобиля во время ДТП Как работает стимулятор, горожанам продемонстрировал сотрудник полиции Обычный удар, обычный автомобиль на маленькой скорости, в которой сейчас есть ДТП, которые у нас постоянно остаются каждый день в нашем городе Когда одна людина позади просто не враховала отстань, но повреждения, которые мы регистрируем, это повреждения обличия Когда людина не пристебнула, и она по инерции просто бьется головой от переднего сидения, которое перед ней находится Або об торпеду автомобиля, або об корму автомобиля А уже за ним последовали все желающие Цель акции – привлечь внимание общественности к риску травм и смерти, которые может привести при набережении ремнями безопасности во время движения Отметим, акция пройдет с 6 по 23 мая, кресло будет менять локации В Одессе возобновляется несение почетной вахты памяти у памятника неизвестному матросу Первый день торжественного мероприятия посвящен Дню памяти и примирения, который Украина традиционно отмечает 8 мая и Дня Победы 7 мая на Аллее Славы у памятника неизвестному матросу в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко состоялась торжественная линейка по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне В красивом ностальгическом мероприятии приняли участь школьники города в составе почетных караулов заведений общего среднего образования Одессы Мероприятие проводится с учетом карантинных ограничений, установленных в результате распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом Организатор несения почетной вахты памяти на Аллее Славы, педагогический коллектив коммунального учреждения внешкольного образования, Одесский городской центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, пост номер один, расположенный на улице Морослиевской, один Центр призван к такой миссии, как воспитание чувства гордости за героическое прошлое нашего народа, уважение к ветеранам Второй мировой войны, защитникам Украины, борцам за ее независимость, к старшему поколению, а также любви к родному городу Наш выпуск новостей подошел к концу, дали информацию о синоптиках, о погоде, а я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу kru.com.ua Если вы стали свидетелем разносных событий, информируйте нашу журналистов Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76 Всего доброго и до новых встреч в эфире По прогнозу гидрометцентра Черного Азовского моря 8 мая в Одессе переменная облачность, дождь Ветер западный 6-13 метров в секунду Температура воздуха ночью 11-12, днем 15-17 градусов тепла Субтитры создавал DimaTorzok